Всем привет, друзья! В этом видео я вам расскажу, почему некоторые упражнения, которые вы выполняете с полной амплитудой, не так эффективны, нежели если бы вы выполняли их с частичной амплитудой. Поехали! Если вы хотите, чтобы ваши мышцы получали полную отдачу от ваших упражнений, то вам нужно делать так, чтобы мышцы постоянно были в напряжении. То есть, смотрите, когда вы опускаете руку вниз, бицепс уже расслабляется, но если вы будете держать гантель, допустим, вот так, то тогда бицепс постоянно будет в напряжении. То есть, что это значит? Во многих упражнениях, которые я сейчас покажу, не нужно делать полную амплитуду, нужно делать частичную амплитуду, и тогда вы будете сохранять всю нагрузку в ваших мышцах. Первое упражнение, в котором частичная амплитуда гораздо эффективнее, чем полная амплитуда, это жим на плечах. Смотрите, вот в этом положении плечо у нас получает максимальную нагрузку. То есть, вот эта амплитуда максимально эффективна для наших плеч, для прокачки плеч. Если вы опускаете вниз, то вот здесь нагрузка уже спадает с плеча. То есть, плечо уже не особо получает нагрузку, и уже нагрузка куда-то уходит вниз, и как бы идет очень большая нагрузка, напряжение на ваши суставы. Это очень плохо. Что это значит? Это значит, что в жиме на плече не нужно делать полную амплитуду. Самое оптимальное, это делать частичную амплитуду, вот начиная с 90 градусов. Рука 90 градусов, и она идет вверх. Не нужно заносить его туда вниз. Следующее упражнение, в котором многие новички, да и не только новички, выполняют постоянную ошибку, это разгибание на трицепс. Мы встаем вот так. Смотрите, как неправильно делают. То есть, люди делают вот так. Обычно это происходит в полной амплитуде. Они от начала до конца вот так сгибают руку. Правильное положение руки должно быть вот так. Поднимаем руку прямо. Максимум это 90 градусов. Помните, как и на плечах было так же 90. Тут тоже 90. И делаем вот амплитуда. Вот тут наш трицепс получает максимальную нагрузку. Потому что, смотрите, прикол в чем. Когда мы заносим сюда, тут уже работает бицепс. Тут трицепс выключается. А нам нужно прорабатывать именно трицепс. Поэтому вот это максимальная амплитуда, в которой трицепс остается напряженным. И работаем вот так. Следующая распространенная ошибка у людей происходит в махах на среднюю дельту, ну и на переднюю тоже. Смотрите, как обычно люди делают. Стоят вот так и делают вот такие махи, да. В чем ошибка? Вы заметили? Нет, не заметили, скорее всего. Потому что они делают изначально. То есть у них рука прижата, а они делают вот с этого положения. С этой амплитуды получается полная амплитуда вращения нашего сустава плечевого. Смотрите, как нужно, чтобы постоянно плечо напрягалось. И, ребят, не гонитесь за большими весами. Я взял маленький вес, сколько тут, не знаю, килограмма четыре. То есть вам нужно проработать мышцу, а не травмировать сустав, либо что-то такое. Смотрите, как проработать ее. Вот, вот это амплитуда, где плечо остается напряженным. Вот амплитуда. Вот тут оно расслабляется. То есть смотри, что нам нужно сделать. Нам нужно держать руку вот в таком положении. И максимально, точнее, минимальная амплитуда. В минимальной амплитуде работаем сейчас. Вот. Вот это минимальная амплитуда, где плечо постоянно будет напряжено. То есть смотри, вот. Не надо опускать вниз. Тут плечо расслабляется, все, оно не работает уже. Вот амплитуда, где плечо постоянно напряжено и включено в работу. И смотрите, напоследок показываю с бицепсом. Такая же схема получается. Многие люди делают на полной амплитуде. Опять же, они расслабляют руку вот тут. То есть максимально ее расслабляют. И с этой смертвой точки поднимают гантель. Но, опять же, тут нагрузка пропадает. Потому что внизу, смотрите, бицепс, он вот, не напряженный, шатается. Правильная техника какая? Правильная техника, мы поднимаем гантель, опускаем. И вот в таком положении держим ее. Бицепс максимально напряжен, он крепкий. Вот тут он будет получать максимальную отдачу от тренировок. А если мы будем опускать его, то он расслабляется. Это ни к чему хорошему не привезет. Что бы хотелось напоследок вам сказать? Работайте, ребят, по ощущениям. Вы должны чувствовать мышцу. Вы должны, когда вы делаете, вы должны ощущать жжение в мышцах. Если вы этого не ощущаете, то мышца, значит, не работает. Что-то вы делаете не так. Чувствуйте, берите маленький вес и прорабатывайте именно целевую группу мышц. Не надо брать большой вес и делать вот такое, чтобы спина работала, пресс и все вместе, и закидывать на битку. Берите маленький вес и работайте только с бицепсом. Вот ощущаете, как он работает руками. Это все можно прочувствовать. Также по ощущениям все чувствуется. А так, друзья, спасибо огромное за внимание. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте обязательно лайк. Подпишитесь на канал. И увидимся в следующем выпуске. Пока!